Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил провести масштабную проверку работы всех управляющих компаний региона после трагедии в Дербенте, где два человека погибли, застряв в неисправном лифте. На совещании 23 сентября он отметил, что несмотря на наличие паспортов готовности для многоквартирных домов, системные проблемы в работе управляющих компаний остаются. В связи с этим Абдулмуслимов поручил госжилинспекции предоставить полный отчет о деятельности УК, уделив особое внимание обслуживанию лифтов в качестве оказания коммунальных услуг. Он также запросил отдельный анализ состояния лифтового хозяйства по городам республики с прогнозом на ближайшие пять лет. Помимо этого, на совещании обсуждалась подготовка объектов ЖКХ и энергетики к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024-2025. Как доложил в Рио министр строительства и ЖКХ республики Бахтия Рулаев на данный момент, готовность объектов ЖКХ составляет 82%. Проведен капитальный ремонт водопроводных, тепловых и канализационных сетей, подготовлены котельные и тепловые пункты. Однако состояние энергетического сектора вызывает серьезные опасения. Готовность объектов электроэнергетики составляет всего 30%. В этом направлении работы необходимо ускорить, чтобы предотвратить возможные аварии в период холодов. Особое внимание было уделено проблемам газоснабжения. Для обеспечения стабильного снабжения ряда районов, где наблюдаются перебои, правительством Дагестана выделены средства на подготовку проектной документации для модернизации газовых объектов. Кроме того, ведется работа по устранению нарушений при подключении газовым сетям. Выявлено более 55 тысяч самовольных подключений, что создает дополнительную нагрузку на систему. Премьер-министр также акцентировал внимание на проблеме незаконного майнинга криптовалюты, который перегружает электросети республики. Владельцы майнинг установок находят способы обхода закона, что приводит к дополнительным сбоям в электроснабжении. Абдул Муслима поручил усилить контроль в этом направлении. Также он призвал провести дополнительные профилактические рейды по безопасному использованию газового оборудования в домах, отметив высокие риски инцидентов, связанных с утечкой газа. Работа в этом направлении должна охватить максимальное количество абонентов, чтобы минимизировать опасные случаи в зимний период.